Здравствуй, Андрей. Здорово, троллишь тут всех сидишь? Сижу троллю. И как оно клюет? Слушай, сегодня как-то вяло. Они вчера были просто готовы. Я вчера одного офицера поймал, конечно, там все было печально. Там вообще все печально, но они их развозят, жарко очень. Вот как только похолодает, станет легче плевать. Их не так сильно будет развозить. Они будут пить столько же, а развозить будет не так сильно. Поэтому можно будет хоть какой-то там диалог, хоть какие-то там 10 минут выжать. А так, конечно, сложно. Летом очень сложно. Хотел с тобой обсудить один вопрос. Ну, ты понял, да, это VPN. Понимаю, конечно. Да, я нахожусь сейчас в Штатах. И на каком-то стриме ты поднимал вопрос по поводу страховой медицины. Да. Вот. В этом есть и плюсы и минусы. Точно. Ну, в этом есть и большое количество плюсов и минусов. Но однозначно страховая медицина лучше, чем то, что я сегодня столкнулся. Я сегодня возил ребенка в глазное отделение, да, вот эта скорая помощь по глазам. Лучше бы это была страховая медицина. Ну, просто смотри. Понимаю, лучше бы это, чем вот так, как у нас, лучше пусть будет страховая с минусами ее. Минусы в большой коррупции. Да, понятно. Ну, а что я буду рассказывать? Ну, все, кто столкнулся, да, вот сегодняшний день с украинской системой медицины. Лучше бы это была страховая медицина. Потому что там было сидеть в очереди, это страшно. Потому что на тебя сверху что-нибудь свалится, упадет, там, штукатурки кусок обвалится. Ну, это да. Врач хорошая. Врач молодец, все здорово. Ну, то, что вокруг все это происходит, и вся эта система, и это... Стулья старше меня лет на 60, наверное. Нет, это печально. Я вот прошлым летом, когда был в Николаеве, сломал ногу. Вот, одно и то, ничего, одно и то же, везде. Вот лучше, лучше. Я к чему? Я к тому, что в этом нужно разобраться. И если эту систему вводить, то ведь есть шансы этих минусов избежать. Не всех, конечно. Не всех. Но их можно избежать. Но это лучше, чем то, что у нас есть сейчас. Вот ты столкнулся с этой медицей. Ну, и как? Ты остался доволен? Как оно тебе? Отош. Отош. Сложно. Отош сложно. Лучше пусть этой медицины нашей бесплатной не будет. Потому что по документам, если взять документы, там все хорошо. Стулья новые. Ремонт сделали уже дважды за этот год. И обновили там в кабинете все. И деньги на все выделены, потрачены, списаны. И КРУ уже это все проверила, подписала. И акты, и все здорово. И все знают, что так дело обстоит. Понимаешь? Ну, просто, допустим, если брать Штаты, есть три варианта развития событий. Если у тебя нету страховки, и ты там, допустим, бедный, то ты лечишься за счет государства, ну, как бы не все, но умереть тебе не дадут. Вот. Если же у тебя есть медицинская страховка, то те цифры, которые выставляются больницей в страховой службе, они зашкаливают. И если бы ты пришел просто в больницу и сказал, ребята, вот у меня есть деньги, мне нужно вылечить кто-то. Вот эта вот цифра просто, она будет раза в четыре. А как же страховая компания проверяет эти счета? У них договор между собой. Ну, деньги-то откуда берутся? Страховая компания не заинтересована, тут баланс интересов нарушается. Страховая компания не заинтересована платить больнице больше, чем в реальности обошлось это лечение. Но есть другой минус в том, что, смотри, допустим, грубо говоря, у меня по страховой, по моей страховке, да, есть лимит 100 тысяч. Возьмем тогда. Вот. И страховой компанией, она заинтересована в том, чтобы этот лимит как можно быстрее выбрать. То есть, я пришел на обследование, там, сделать какие-то прививки. Ну да, они тебе сразу, знаете, 20 тысяч шурух тебе в счет, а потом пять раз по 20 тысяч и деньги кончились. Хорошо, а какую систему можно придумать, которая была бы лучше, чем страховая медицина на сегодня? Слушай, у меня, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вот и я затрудняюсь. В этом-то вся и проблема. Это та же проблема, про которую говорил Черчилль. Что можно с часами говорить о том, какие недостатки у демократии, что она ужасна и все, ну все, капец. Но лучше еще никто не придумал. Пользуемся пока тем, что есть. Как только кто-то изобретет что-либо лучшее, чем демократия, мы все срочно демократию выкинем и забудем ее. Будем пользоваться новой системой. Так вот и страховая медицина. Во всяком случае, врачи живут достойно. И быть врачом очень престижно, как и учителем. Вот. И уровень медицины, он, конечно, на высоте. И так, как ты говорил, нету этих лекарств, никто не... Точнее, эти лекарства есть, их можно купить в аптеке, но ни один врач тебе не назначит. Но стыдные лекарства никто не будет оплачивать из страховой компании. Ни один врач не выпишет для того, чтобы потом страховка их покрыла. Фуфломицины эти. Фуфломицины врачи не выписывают. Им страховая... Они выпишут, ты их купишь, страховая оплатит, но это все потом вычтется из зарплаты врача, из денег самой больницы, которая допустила этого врача к практике. Страховая, да, страховая просто не одобрит. Не одобрит и все, и не будет оплачено этот счет. А человек воспользуется, лекарства эти он купит, он их все равно получит. Врач просто их не будет выписывать. Доказательной медицины нет. Да. Поэтому то, с чем я сегодня столкнулся, у меня нет вопросов к врачу, к человеку. А вот к этой самой системе это ужасно. Это совок еще хуже, чем был совок. Понимаешь? И мы это все тянем, это все тянем, тянем. Ну, как чемодан без ручки. Тянем эту медицину, тянем. Уже давно надо отрезать. Давно. Давно. Это же ненормально. Оно не жизнеспособно. Ну, скорее всего, понимаешь, вот сейчас открыли границы, да, появился безвиз, и те же студенты начали ездить, да и взрослые люди начали ездить за границу. Вот. И я не говорю про то, что нужно вот просто взять, скопировать, да, там все со Штатов. Вот и я это не призываю делать, конечно, не копировать. Но, но есть очень много мелочей, которые, допустим, живя в Штатах, я вижу, и которые я бы хотел, чтобы они были в Украине, потому что я с ними сталкиваюсь каждый день. То есть, парковки для инвалидов, это парковки для инвалидов. В каждом, в каждом просто кафе, в ресторане есть в мужском туалете пеленальный стол. В каждом ресторане есть кресло для того, чтобы можно было посадить малыша, ребенка. Вот. Если ты пришел вообще с грудничком где-то покушать, тебе приносят такую подставочку, вот туда ставишь люльку и сидишь кушаешь. В супермаркете, вот у нас пару лет назад было очень такое жаркое лето, на выходе из супермаркета стоит корзина, лед, и в ней натыканы 200-миллилитровые бутылочки с водой обычной. И написано, уважаемые посетители, на улице очень жарко, пожалуйста, пейте воду для того, чтобы там не получить солнечный удар. Все, ты взял бутылочку, если тебе надо, и пошел. Там цена этой бутылочки копеечная, магазин на этом ничего не теряет. Вот это такие вот мелочи, которые бы хотелось видеть в Украине. И люди, которые сейчас ездят в Европу, они это видят, и я думаю, что общество как раз изменит свое отношение. Это как потолок мечтаний. Понимаешь, есть люди, которые мечтают, которые считают, что Россия это классно, потому что там, возможно, где-то в чем-то лучше. Зарплаты, может быть, повыше. Но у них это потолок. Люди, которые ездят в Европу, они видят, что этот потолок гораздо выше. Меня не устраивает скорость изменения общества. Прямо вот не устраивает, как капец, как просто не устраивает. Я хочу, чтобы это произошло быстрее. Ну так медленно. Сколько там той жизни осталось. И что это так у нас все? Это вот, ну еле, еле, еле. Они все ездят и ездят за границу. А что-то никак бутылочки не появляются на выходе из супермаркета. Хотя, хотя, да, вот хотя, опять, поздравляю вас, господин Саврамши, да. А вот вчера был на фестивале вышиванок, вышиванковый фестиваль в Одессе. И вот там был цепь из людей в вышиванках, когда мы там по потемке скалинице не спускались, наверх поднимались, вот все брались за руку. Вот. И воду бесплатно раздавали, да. Потом вот действительно было очень жарко. Это здорово. Воду уже давали, волонтеры, волонтеры, пожалуйста, вот мы проходили по лестнице, стояли молодые дючата, симпатичные такие в вышиванках, ну просто обалдеть. Ребята молодые. И раздавали воду, да, это было. Причем, что интересно, что интересно, что интересно, да, люди не берут. Вот что интересно. Типа, как вот эти ролики, ролики, да, ролики из России, когда там мороженое там выбрасывают, или там картошка, да, люди там за этой картошкой там умирают. Люди не берут. То есть, ну предлагают люди, ну спасибо, есть, зачем мне бесплатная вода, у меня есть. Мне прям понравилось. Ну ты видишь, общество меняется. Меняется, но все равно скорость. Ну не знаю, у меня скорость. Я хотел бы, я вот так люблю, чтобы быстрее все было, быстрее, 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 быстрее. Поэтому приходится накручивать. Я накручиваю. Накручиваю, накручиваю. Какие есть пожелания к украинцам? Пожелания к украинцам бороться. Бороться за свободу. Как объяснить людям, которые не понимают, зачем нужна свобода, зачем она нужна? Ну нет в них вот этого. Ну нет ощущения необходимости свободы, потребности такой нет. Что с ними делать? Я не думаю, что ты сможешь сделать с человеком, который не понимает, что такое свобода для него, что ты сможешь с ним что-то сделать. Что же делать, когда их много? Вот если у нас их много, что с ними делать? Сложнейший вопрос, согласись. Это очень сложно. Очень сложно. И я не знаю, что делать. Я пришел к мнению, что заставлять. Я бы сказал, искать компромисс. Я не вижу никаких возможностей искать с ними компромисс. Но никак. Поразмышлял, поразмышлял над этим. Я пришел к выводу, что здесь именно насильственный метод. А как ты можешь заставить человека быть свободным, если он... Не быть свободным, общество сделать свободным. Они не чувствуют необходимости изменения в обществе в сторону свободы. Она им не нужна. Поэтому они сопротивляются изменениям общества, которые направлены на обретение свободы. Они им сопротивляются подсознательно. Рабская сущность не дает измениться им. И они нам мешают. Они не знают, зачем они это делают. Они нам противостоят в обществе. Вот эти вот люди с рабским менталитетом. Некоторые с имперским, некоторые не с имперским, с украинским, не пророссийские. Но и рабским менталитетом, именно рабство там сидит внутри, в крови. Они нам мешают сознательно, постоянно. Я понимаю. Нет, ну смотри, допустим, у этого общества, которое не хочет быть свободным, вот этой части общества, есть какие-то элементарные потребности. Пожрать, там, пирамида, ты сам знаешь. Ну да. Вот, этих потребностей. Вопрос к этому, к этим людям, которые мешают, что вам нужно. Если вам нужно вот просто удовлетворение этих потребностей, пожалуйста, вот вам удовлетворение этих потребностей. Им нужно выдать материальное, и не пускать их туда, к духовному, пусть они там занимаются, делают что хотят. А просто компромисс как раз в этом. Вот насилие в этом заключил. Ну я с тобой согласен, да, я с тобой согласен. Тут так. То есть выдать им материальное, держи материальное, и все, и сиди. Да. А туда, куда они материальные, не лезь. Но они лезут, гады, вот в чем штука. Лезут. Поэтому я, естественно, методом предлагаю их туда не пускать. Можно. Вот как-то так. Соединенные Штаты там, привет. Спасибо. Есть ко мне вопросы? Нет. Может. У меня к тебе еще вопрос. Тебе российский VPN надо нормальный? Нет. Я понял. Все вообще, а зачем? Мне уже сложно заходить в чат-рулетку. Ну, как бы, VPN, не VPN уже. Личность известная. Не помогает. Да вот уж. Да вот в этом есть большая проблема. Я понял. Я тебе просто писал до этого. Ты получал наверняка мои смс-ки. Ладно. Спасибо. Удачи. Спасибо. Слава Украине. Героям строка. Привет, Андрей. Здорово. Слушай, Viber не смотрел? Вообще, телефон разрядился, на котором Viber. Заряжу завтра где-то к обеду. Вообще неохота его включать, честно говоря. Я понял. Смотри. Есть, короче, такой момент. Попал мне человек из Краснодона. Ну, он был уже у Сергея Ивановича. Он мне под запись сделал заявление по поводу того, что наши погранцы, украинские, на пункте пропуска берут с тех, кто ездит туда за пенсиями, берут взятки. Все берут, на всех блокпостах. Я тебе со всей ответственностью, хочешь, под запись я тебе скажу. На всех блокпостах, везде все берут взятки. Хреново. Ну, так устроен мир. Везде. А наши пограничники со стороны Харькова, если заезжать оттуда из России, вообще не проверяют никакие автобусы. Собираются во всех, ну, раньше по 50 гривен каждый человек сдавал, чтобы не проходить досмотр. Весь автобус сдает открыто. И так, пограничникам по 50 гривен. Все быстренько раз по 50 гривен пограничникам сдали. Об этом знают все. Вся Украина. Я понял. Это такая проблема. Вот такая проблема. Как ее решить? Понимаешь, как ее решить? Вот как ее решить? Об этом знают все, да. Что делать? Ну, вот у него была просьба, как бы, передать это нашим блогерам. Вот. А вот как с этим дальше бороться? Я тебе скажу. Этой информацией, ну, я не знаю, сколько ей уже лет. Ничего не меняется в этом плане. Вот такая коррумпированная... 50 гривен. Я не знаю, насчет сейчас 50 гривен. Я не интересовался, ну, как бы ценами. Ничего не меняется. Пограничники как брали взятки, так и берут. Все, кто работают на блокпостах, опять все. Все, наверное, неправильно, да, сказать все. Ну, когда вот там все уже устроено, когда уже все, вот стоят эти блокпосты, пункт пропуска, туда-сюда ходят товары, люди туда-сюда ездят и так далее. Все, уже не стреляют. Там, где пункты пропуска, не стреляют. У меня есть вообще такая, знаешь, информация страшного характера, что для того, чтобы получить участников боевых действий, и с одной, и с другой стороны, чтобы им боевые выплатили. Они берут и постреляли там ночью. Ну, так, чтобы... А, все, и уже участник. Все, ну, стреляли. Зафиксировано там с двух часов ночи, так-так-так-так, в отчете, там зафиксирована стрельба, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Зафиксирована стрельба? Зафиксирована. Ты находился в этот момент на блокпосту? Находился. Все, держи, ты участник боевых действий. Спасибо, ты свободен. Все, человек приехал там, ну, я там образно из Киева, да, побыл там трое суток, постреляли ночью, он получил отчет, привез справку у военкоманды, все, я участник боевых действий. И дальше там себе работает в министерстве, там, МВД, например. Понимаешь? Ну, вот такая вот система. И пограничники берут. Там проходит огромное количество контрабанды. Она как ходила раньше, так и ходит. С ней попробовали побороться, убили волонтера, да, и группу всю эту, Эндрю. Они убиты. Вот такая вот. Тут не поможет наказательная система. Вот эта вот система, когда мы накажем тех, кто берет взятки. Потому что вместо них приходят новые и тоже берут. Здесь нужно поменять систему таким образом, чтобы им невозможно было дать взятку. Понимаешь? Ну, вот по его словам он говорит, что там, где пропуск возле Краснодона, вот, я не помню точно, где он назвал, говорит, там даже, типа, не берут и даже не предлагаете. Вот. Со стороны Харькова 50 долларов. Харькова 100 долларов микроавтобус. Ну, вот так, так, вот так все работает. Ну, вот что делать с этим? А в Одессе растамаживают грузы, которые приходят, вот, контейнеры, да, из Китая, там, например. Там пришли мобильные телефоны дорогие, да. А в растаможке написано «картонные коробки». Человек привез целый контейнер картонных коробок. По поводу растаможки в Одессе я знаю не понаслышке. Как с этим бороться? Кто этого не знает? Как с этим бороться? То есть с этим бороться очень сложно. Это не означает, что нужно сейчас взять и сменить начальника таможни, или там снова сменить нового начальника таможни, или посадить двух начальников таможни. Не работает. Должна быть реформа даже со ставками таможенными. Тут должна измениться сама структура, сама система. Чтобы работал таможенник и кусал локти. Что, блин, как, ну, как, например, как гаишники. Изменили же систему. То есть, если бы мы и дальше боролись бы со взятками в ГАИ, и боролись бы мы еще лет 60. Но в Украине теперь нет ГАИ. Ну, вот в таком виде, в каком оно было раньше. И теперь не боятся водители, что их будет остановить ГАИ просто так. Они будут вынуждены давать взятки. Забыли уже об этом. Вот все забыли. Это не потому, что гаишники исчезли. Они сейчас кусают локти. Твой помню в 90-х. Постоишь, так бывало, денек-другой. Они-то вспоминают уже с удовольствием. Но уже времена те закончились, ушли. Значит, можно это менять, но системно. Не наказывая этих гаишников. Не наказывая их, потому что не работает. Ты наказал 200 гаишников, а еще пришло 600. И все пришли только за тем, чтобы палочку продавать свою полосатую. Так вот и с ГАИ, и с пограничниками. Вот эта система должна измениться так же, как с гаишниками. А это очень сложно, потому что система сама себя не хочет реформировать. Ну, а вопрос с совестью? А вопрос с совестью сложный. Люди не наелись еще. Экономически очень сложно. Очень сложно работать пограничником на зарплату пограничника. Очень сложно. Он не хочет работать за зарплату пограничника. Не хочет. Я не знаю, сколько сейчас получает пограничник. Но, скорее всего, возможно, 1012 гривен он там получает. 10-11 с премией 12. Он всегда будет брать взятку. Всегда. Вот пока не получится так, чтобы он не мог ее брать, тогда они все уволятся. Вот когда сделают так, чтобы он хотел бы ее... Ну, никак. У него не получается. Ему говорят, а мы уже электронно все оформили. Он говорит, а как же, а я, а я, как же, как же я? Они говорят, и все. Он говорит, а давайте я вас проверю. Они говорят, основание. А какое... А что ж тогда я тут сижу-то? Зачем я тут всегда работаю? На пункте пропуска. Зачем? Вот нужно вот сверху это поменять. И чтобы еще и общество совместными усилиями, чтобы оно так раз, ну, как рычаг этот, передвинуть эту шестеренку дальше. И все. Потому что пограничники там в развитых странах не берут этих взяток. Они позорны, эти взятки. 50 долларов с машины? Позорно. Это да. И невыгодно. Ему невыгодно взять взятку в 50 долларов. Даже если там 10 машин. Ему невыгодно. Потому что он работает. Потому что у него социальные гарантии. Потому что у него пенсия будет от пограничной службы. Потому что у него ребенок поступает за счет вот этой пограничной службы в университет. Потому что у него там 25 лет он отработал. У него там уже какая-то такая премия. Плюс ему там покрывают страховку замечательную. Хоть зарплата и небольшая. Небольшая. Но он работает за вот эти все гарантии. Все-все-все. Плюс там обучение. Плюс какая-то пенсия. Плюс социальная страховка. Плюс там какие-то льготные кредиты. По какому-то там по ипотеке. Например. За счет государства. И все. А если он берет эту взятку в 50 долларов. Она возможно подставная. Возможно. Он это все теряет. Придется выплатить за обучение ребенка. Вот это льготные кредиты. Ему сразу насчитали вот такую кучу денег. 22 года он отработал. 3 года не доработал. Никакой пенсии у тебя нет. Накопительную часть. Ну потому что ты уволен. Потому что по статье. И ему невыгодно. И он не хочет ее брать эту взятку в 50 долларов. Потому что на кону там 500 тысяч долларов. Ну так я образно. А у нас что он потеряет? Ну уволится он в конце концов. Ему же к этой зарплате в 11 или 12 тысяч гривен больше ничего. Ничего. Поэтому он будет ее брать. Ничего с этим. Даже если мы это обнародуем. Это все и так знают. Посмеются. И все. Вопрос не в том, что обнародовать. Вопрос. Блин. Я не знаю. Возможно просто есть выходы на начальство. Хотя. А что начальство этого не знает? Начальство это прекрасно знает. Конечно. Там пирамида. Такая же как была при Януковиче. Такая же. Ничего в этом отношении. Вот в этих структурах, которые берут взятки, ничего не изменилось. Ну вот у дядьки душа болит. У дядьки душа. Это правильно. Вот когда общество вот это перехлестнет. Вот это вот все. Но тут ситуация в чем? Неправильно говорить, что у нас идет война. И поэтому как бы нам сейчас этим нельзя заниматься и так далее. Неправильно так говорить. Это неверно. Но я убежден в том, что Порошенко скорее всего вынужден договариваться с регионалами. Для того, чтобы они не открывали второй фронт в Украине. В буквальном смысле прям второй фронт. А он за это делает вот так. Кто-то ему это прощает, понимая зачем он это делает. А кто-то ему этого не прощает. И говорит, что он вот так делать было нельзя. Что интересно. Меня заплевывают в этом отношении, конечно, очень часто. Зрители там и подписчики. Но я, ну, как бы проанализировав это, скажем так, вот самостоятельно. Я склоняюсь к тому мнению, что я бы тоже так сделал. Потому что второго фронта Украина как не выдержала бы в 2014-2015 году, так она и сегодня его не выдержит. И скорее всего, скорее всего, что вот пограничная служба в плане взяток отдано кому-то на откуп. А он за это сидит там и молчит. Потому что в Украине нет пророссийских митингов. Антиукраинских митингов. Пророссийские уже, наверное, невозможны. Но антиукраинские возможны. Вот эти вот зародофильские, да? Иди в вилку, что он не соберет митинг. Добкин, что митинг не соберет. Или Кернес тетушек не наберет снова там и не соберет митинг. Легко. Вот так вот пальцем вжу, деньги выделил, бюджет пошел и попробуй его поймать. А милиция, он позвонил туда, куда нужно, тоже милиция будет этот митинг охранять. И ты его не разгонишь никакими там средства силы самообороны там или национальный корпус или там еще что-то. Милиция их будет закрывать за то, что они... Ну нельзя нарушать законы Украины, да? Митинг разрешенный. А Кернес этого не делает, и Добкин этого не делает. А Ефремов, может быть, попытался рыпнуться. А его как, ну, знаете, видите? Ну как для примера. Закрыли. Смотри, будешь как Ефремов. Хочешь? Нет. А я вот, ну, хорошо, что тебе нужно? Хлебная какая-нибудь должность там, дай, какой-нибудь там человек. Ну хорошо, вот договорились там, эти шахматы. Это такая грязная вещь политика. И это стоит кому-то каких-то даже жизней целых. Это стоит вообще развала страны. Но если сейчас регионалы объединятся и будут скидывать власть, то это все, это будет капец. Поэтому, скорее всего, что все прекрасно понимают, о чем идет речь, и кому идут потоки денежные. Потому что этот пограничник берет деньги не сам. Эти 50 гривен он не положил в карман. Эти 50 гривен он не положил в отдельный карман, где общие деньги. Потом он туда заплатил, себе там немножко оставил. Обычно половину. Половина, 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 половина. И там наверх приходят какие-то миллионы. А тут оно все оседает. Все в этом заинтересованы. И все знают, что так происходит. И мало того, что все знают, что нужно сделать, чтобы этого не было. Электронное правительство, электронные декларации, электронные очереди и так далее. Все в электронном виде. Чтобы пограничник не общался вживую с человеком. Это же не сложно сделать. За что они берут деньги эти 50 долларов? За то, чтобы там не осматривали, чтобы там... А он должен осматривать. Только в тех случаях, когда у него прописано, что у него есть информация, что у него есть подозрения и так далее. А если его подозрения будут необоснованными, он возьмет проверить 200 автомобилей и не найдет там ничего, то он же должен за это отчитаться. Если будет такой норматив, что он проверил 200 автомобилей, а там не нашел ничего, значит его подозрения не обоснованы. Значит, скорее всего, он не соответствует занимаемой должности. Это же не сложно сделать. Есть же опыт европейских стран. Они знают, что нужно делать, но этого не делают. Потому что, скорее всего, есть договорняк. Я говорю, и вот многие в этом обвиняют Порошенко, а я, например, нет. Хотя мне это не нравится, капец как. Эта вот ситуация, она удручающая. Это вынужденный договорняк, вынужденный. И не только в этом. И не только в этом. А вот когда становится вопрос, когда бюджет пустой, в бюджете нет денег, тогда начинают ломаться эти договоренности. Говорят, все, ребята, надо с таможни, ну как-то денег получить, потому что денег нет в бюджете. А эти говорят, не, мы не дадим. Тогда Гройсман говорит, все, остановить контрабанду, все, все стоят корабли там на рейде и не заходят. Будем проверять. И начинаются вот эти вот, это видно по новостям, да, тот заявил какие-то острые политические заявления. Там, 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 ну вот это вот все начинается. Пока они там опять не договорятся про деньги. И это ужасно на самом деле. Меня это не устраивает. Но какой выход из этой ситуации, я тоже не знаю. Потому что победить их, побороть их, прям вот, ну, как хотят, горячий голову, да? Почему Кернес не сидит в тюрьме? А посадите его в тюрьме, а за что вы его будете сажать? Подкинете ему наркотиков в карман? За что вы его посадите? Как говорится, посадить было бы желание. Желание есть. А что вы с ним сделаете? Он что, такой дурак, что ли? Что на него есть этот компромат? Что он подписывал где-нибудь? Давал прямые указания с подписью, там, тетушкам на Майдане убивать людей? Нет, он этого не делал. Да нет, конечно. То есть, это политика, это такая штука, когда вы не можете посадить. Вы можете его утопить, своего оппонента, да? То есть, политически его задвинуть куда-то. Сделать так, чтобы у него не было рычагов влияния. Финансы ему обрезать. То есть, там, обрезать ему медийную составляющую. Да, ну, как вот в политике это. Но посадить в тюрьму вы его не посадите. А когда вам приходится с ним договариваться, а вы с ним воюете, вы не можете с ним договориться. А вам что нужно? Вам нужно, чтобы в Одессе не было русского мира. И в Харькове не было русского мира. А с кем вы будете договариваться в Одессе? С Трухановым. С Галатерником. А с кем вы будете договариваться в Харькове? С Добкиным? С Кернесом? А больше не с кем договариваться. Потому что на следующих выборах бабушки придут на выбор мэра. И снова выберут Кернеса. И вы будете там пересчитывать эти голоса сто тысяч раз. Пересчитаете их, а там снова Кернес. И ничего у вас с этим не сделаете. И надо с ним договариваться. Поэтому проблема пограничников, она конечно стоит. И душа болит. Но об этом все знают. Кому нужно. Вопрос в том, что с этим делать? Только менять систему. Вот, а менять систему как? Вот какая сложная задача. Если бы так было бы все просто. Вот если бы был бы один фронт. Один. Я бы Порошенко разрывал бы просто. Я бы ходил на митинги и кидал бы камни уже, наверное. Да, потому что если был бы один фронт, внутренний. А вот это бы все продолжалось. Это таможня, эти пограничники. Все об этом знают. В судебной системе ничего же не изменилось. Вот такого прям глобального. Они там что-то делают. Ну, это все не работает. Это там тоже все очень сложно. Очень все сложно. Но если бы вот был бы фронт только внутренний. Я бы его загрыз бы этого Порошенко. Но на два фронта сейчас. Боливар двоих не выдержит. На два фронта не сможет Украина. И здесь мнения разделяются. И они очень спорные. Потому что, ну лично я, свою точку зрения, доказать, что именно я прав, не могу. Потому что люди, которые с противоположного лагеря, они говорят такие же точные аргументы. И мы тут, ну, как бы морсо разделились. И они говорят, что если Порошенко этого делать не будет, открывать второй фронт, бороться с коррупцией, перестать договариваться с ними, перестать договариваться с регионалами, то мы потеряем Украину. Это же, мы говорим, если и про будущее. А я говорю, что если второй фронт откроется, то мы потеряем Украину. Мы не сможем здесь выстоять. Я не чувствую достаточно сил. Ну, по крайней мере, вот в эти там 2-3 года, которые вы сейчас были. Я не чувствую в Украине достаточно сил, чтобы мы выстояли. И здесь у нас как бы мнение, ну, анализ. Они думают, что мы выстоим, а я считаю, что нет. Вот. У меня к тебе еще вопрос есть. Даже два. Один из вопросов, почему украинские блогеры, ну, вот ты делаешь, да, какой-то фидбэк, ты иногда выходишь в стримы, и какое-то общение идет. Почему украинские блогеры не общаются с украинцами? Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. По большому счету, как бы, да, формат каналов, да, формат, там, показать неадекватность россиян, он понятен. Но, я с кем-то говорил, я не помню, то ли из блогеров, то ли из начинающих блогеров, почему в России, вот, боятся что-то делать, боятся менять, потому что люди, как бы, не чувствуют того, те, кто против этой системы, они не чувствуют, что рядом есть кто-то, так же, нет. Поддержки, нет, поддержки нет. Да, нет поддержки. Вот, с точки зрения Украины. Я думаю, что пока украинским блогерам нечего сказать украинцам. Консолидировать вокруг. Нечего сказать, в каком смысле нечего сказать, то есть, есть, конечно, что сказать, но в борьбе против объединяться очень легко. В борьбе против. Когда мы все объединяемся в борьбе с агрессором, в борьбе с оккупантом, это очень легко делать. Ты против, и я против. Все, мы сошлись во мнении. Но Украина такая очень интересная страна, что очень сложно объединяться за что-то. За что-то. И тут уже очень сложно. Я думаю, что блогер, вот, если брать фидбэк общения с украинцами, то здесь будет очень сложно. Возникают вот эти сложные вопросы. Евроблях, да, еврономеров. Люди расы разделились. И вот, если блогер высказывает какую-то такую, свою четкую какую-то позицию, что он, например, против евроблях, и люди говорят, ооо, все, как бы ты, ты не прав, все, мы в тебя разочаровались. Все, перестаете об этом смотреть, читать и так далее. Если он, например, выступает за те, которые против люди, они говорят, ооо, все, тоже, он как бы не понимает. Если ты начинаешь им объяснять, что это на самом деле очень сложно, вопрос в евроблях, он сложен. Нельзя сказать, что правы те, кто выступает против них, нельзя сказать, что тебе говорят, ооо, какой ты хитрожопый. Понятно все, знаешь, как бы. То есть, сложно, с украинцами сложно, мы очень категоричные. Мы хотим так, чтобы все и сразу. Каждый хочет услышать от блогера, ну, то, что он хочет услышать. А то, чего он услышать не хочет, говорит, ооо, ну, все, короче. Все с тобой понятно. Да, я понимаю, что в этом есть сложность, но... Сложно. Но надо все равно выходить. Все равно нужно выходить. Мне бы хотелось, чтобы украинские блогеры, они все-таки брали на себя больше ответственность, ими выступали центром, объединяющим людей. Не просто в борьбе против, там, агрессорой, но и в борьбе за... Вот мы вчера с тобой говорили про свободу, вот. В борьбе за эту свободу. Да, будут несогласны, да, всем там понравиться невозможно. Но нести какую-то идею... Но я думаю, что это будет следующий, ну, вот, какой-то следующий этап. Все равно блогерство, оно развивается. Оно же, оно уже сегодня не такое, как вчера, а завтра будет не такое, как сегодня. Понятно, что вот этот вот формат с этими сватниками, он на сегодняшний день очень актуален. Люди этого, ну, как потребуют, да, то есть есть такая потребность у людей. Но со временем он, конечно, умрет, он уже так, как бы, отживает свое. Наобщались, насмотрелись уже, как бы, и типов этих ватников не так уж и много уже осталось изучить. И уже с ними не так интересно смотреть ролики именно сватниками с тупыми, да, когда ты смотришь, ну, блин, он тупой. Ну, что-то, я уже не видел этих тупых, уже 40 роликов видел про этих тупых. Уже интересно каких-то умных. Какие-то уже, как бы, какие-то умные дискуссии, какие-то вот такие вот сложные дискуссии. А их сложно вести в чат-рулетки не попадаются практически такие. Поэтому тут нужно что-то попало. Нужно что-то новое такое. Вот из Питера. И второй вопрос личного характера.